Всех приветствую! В этом видео будет опыт использования-обзор Nintendo Switch, новая ревизия, но, конечно, я запоздал, потому что, ребят, мне, блин, 33 года, и я только в 33 года обзавелся своей первой вообще Nintendo. Знаете, что будет интересно? У меня никогда в жизни не было вообще ни одной вещи от Nintendo, я был далек от этого. Из моих игровых устройств я помню, что у меня в детстве была Dendy на картриджах, потом Sega, Gameboy, даже у меня никогда не было. Там ни PSP, вообще нифига. Даже, знаете, даже Gameboy мне интересовался. Смотри, что я принёс! Ух ты, Dendy! Поехали! Был компьютер, была Dendy, была Sega, да и, в принципе, всё. Я купил Xbox 360, когда вышла GTA 4, специально под GTA 4, потому что я всегда был ПК-геймером. После этого появилась уже и PlayStation 3, и PlayStation 4, и Xbox One X, и, наконец, 2020 год. Итак, можно сказать, 2019, потому что в декабре она у меня появилась, если вы смотрели мои влоги. У меня появилась Nintendo Switch. Вот она. Я вам расскажу про неё, свои ощущения, впечатления, ну, не первые, первые, вторые эмоции. Я ей пользуюсь уже, получается, на протяжении двух с половиной месяцев. У меня здесь скопилась какая-то библиотека игр. Расскажу, как это имеет портативную игровую консоль. В принципе, ну, я не знаю, как можно сказать, в возрасте, не в возрасте. Короче, когда ты взрослый молодой человек, когда ты играешь, во что ты играешь? Ну, конечно, давайте рассмотрим. Что самое интересное, я начал интересоваться Nintendo Switch ещё с времён поездки, наверное, плотно, вот, знаешь, в Америку в апреле 2019 года. Я всё смотрел. Может её всё-таки купить, купить, но вот оно чудо. Покупать в России выгоднее по цене, чем покупать в Америке, чем покупать в Европе. И это вот до сих пор вот так вот. Сейчас, кстати, в Европе она стоит 330 евро. Охренеть! В России можно найти, ну, если в рубли переводить, там на 3, на 3,5 тысячи дешевле. Так что, если брать, то только в России, так что, вот так, выбора нету. Вообще, знаете, я, наверное, заядлый всё-таки ПК-геймер, потому что всё своё детство я провёл в Counter-Strike, начиная от версии 1.0, заканчивая версией 1.6, плотную, всеми ночами, до утра. И потом, конечно, на время прекратилось, потому что сейчас у меня не так много времени, когда можно поиграть, потому что у меня ребёнок, с которым, значит, ты в течение дня занимаешься, тебе не то, что там, о, у меня полно свободного времени, я пойду поиграю, там, на 3 часа засяду в Xbox или что-то такое. Иногда по вечерам я могу поиграть, может быть, 15 минут в компьютер, возможно, там, 15 минут в консоре, ну, там, Xbox или PlayStation, но сейчас это в основном Xbox, с проектором. И вот куда же здесь втискивается Nintendo Switch? Мне она давно была интересна, потому что я смотрю на качество игрушек, которые туда выходят, и сейчас, спустя 20,5 месяцев, я могу понять, что это реально самая прикольная портативная консоль, вот на данное время, которая есть, потому что, ну, аналогов нету вообще. Мне понравилось, что она настолько универсальна, что можно ей пользоваться, ну, как вот, вот как в портативке, когда она в собранном виде. Joy-коны, ну, так называются вот эти вот, для меня, ты знаешь, как ребёнок 90-х, всегда будут джойстики, я их не знаю, я до сих пор называю любой контроллер джойстиком, я не знаю, что с этим делать. Короче, это по-профессиональному называется Joy-коны, они отсоединяются, можно их объединять в такой вот контроллер, вот такой вот холдер, сюда вставляются Joy-коны, подсоединяются, здесь есть индикация заряда, плюс она их подзаряжает, удобная штука, потому что, если ты берёшь с собой вот в путешествии, ты, знаешь, как вот реально от собой берёшь портативную консоль, ты, получается, в комплекте идёт док-станция, док-станция прикольная штука, она превращает портативную консоль в настоящую, можно сказать, ну, как здоровенную консоль, потому что если выезжаю куда-то, вот сейчас мы, к примеру, ездили там в Испанию, я с собой беру док-станцию, беру HDMI-провод, ну, самый обычный, и кабель питания USB Type-C, всё, в принципе, ничего не нужно. У тебя консоль из портативки превращается в обычную. Что мне нравится именно в обычном вот стационарном режиме, что качество изображения охренеть игрушек, это просто потрясающе. Я когда подключил к себе дома к Samsung, телек там 55 дюймов, хороший телек, я прям офигел, потому что, ну, разница по картинке, к примеру, вот там между Xbox One X, я сейчас, конечно, бред говорю полностью, и вот подключая, блин, портативную консоль, например, игру Luigi's Mansion, знаешь, я охренел от качества детализации прорисовки вообще, вот, что происходит на экране, офигеть, потому что, конечно, сам экран консоли, он не вывозит, здесь не стали делать супер-мега-крутой, потому что, ну, здесь не пиксель видно, ну, ты, короче, этот экран видишь, и разрешение здесь не самое большое, ну, само собой, портативность, автономность и так далее, вообще ничем не мешает играть, но качество изображения, выводимое на телевизор, через, к примеру, док-станцию, просто офигеть. Вот, и это решает сразу мне кучу проблем, потому что, ну, конечно, не наточу, здесь дома тоже, знаешь, я не подключаю. Вот я себе придумал, что это такой реально походный вариант, потому что здесь поддерживается приложение YouTube, Google фильмы, Google фильмы все хранятся на YouTube, и, короче, это можно использовать как полноценный домашний кинотеатр в поездке где-нибудь, тебе нужен просто телекс с HDMI, ставишь сюда, через нее запускаешь, ну, через Wi-Fi, соответственно, смотришь свои фильмы. Такой вариант работы есть. Я еще был без ума от того, что здесь можно играть вдвоем. Ну, вдвоем, конечно, не играем, это сейчас уже, знаешь, не настолько актуально, например, женой там путешествуем, может, когда Темка подрастет, сейчас ребенка 3 года, он еще не вполне способен, ну, как, нормально, адекватно играть. Короче, джойконы отсоединяются, консорка ставится на подставочку, сзади есть как раз подставочка такая, но она, мне кажется, очень хлюпенькая, но работает. Ставишь на поставку, и на каждом джойконе есть все необходимые клавиши, конечно, это не очень удобно, но, слушай, приколоться, поугарать можно, и реально вдвоем поиграть вполне себе возможно. Вот, и все происходящее либо у тебя в портативном режиме, либо в полноценном, когда ты к телеку подключаешь, и все, сидишь, играешься. Все это, в принципе, вот, если так, конечно, все соединить, вот все, что тебе нужно, вот умещается вот так вот. Вообще, это полный комплект. Можно док-станцию не брать, это решает еще такой пространственный вопрос. Ну, просто консолька, что оценил, реально. Я такого просто вообще ни у одного производителя не видел. Ну, PSP, да, в свое время это было круто, но сейчас, я не знаю, для меня уже аналогов нет. Автономность потрясающая. Где я ее использую? Ну, понятное дело, дома иногда. Вот купил Luigi's Mansion, третий вообще нискоречки не пожарел, по-моему, сколько, 4000 или 4500 рублей стоила игрушка. Да, это меня, кстати, всегда смущало, стоимость игр на Nintendo Switch, и всегда это меня останавливало, потому что, если консоль стоит там 19-20 тысяч рублей, если в России ее можно найти, то стоимость игр, самый простенький, начинается от 800 рублей, конечно, есть дешевле, ну, конечно, нормальные игры, ну, 3900, ладно, 4000, 4500, вынь да положь за одну игрушку, но, в принципе, вот Luigi's Mansion, я купил, я ей полностью доволен, уже наиграл 12 часов, у меня нет такого, что я, знаешь, специально влезаю, мне нужно там за день пройти эту игру, я сам для себя, ну, как бы, это удовольствие растягиваю, то есть, я уже играю в нее два с половиной месяца, я не играю каждый день, я играю, ну, от случая к случаю, к примеру, в самолете это круто, потому что перелетов, ну, наверное, у нас достаточное количество, потому что мы часто путешествуем, в перелетах прикольно, потому что ты там, ну, посмотрел фильм на мобильнике, может, на ноутбуке, хоп, запустил, там, пару рублей прошел, прикольно. Единственное неудобство для меня, наверное, это как раз покупка этих картриджей, потому что у тебя всегда встает вопрос, купить, блин, на картридже и постоянно его переставлять, либо купить онлайн-версию. С одной стороны, выгоднее купить картриджи, вот, например, моя библиотека оффлайн-игр, спасибо большое, Никите, за то, что подарил мне Diablo и Just Dance, Зельда, вот, изначально была с консолью, и, да, Зельда, знаешь, такое, ты не знаю, в нее год можно играть, наверное, я прям, ну, растягиваю удовольствие и не прохожу все сразу, ну, вот, честно, знаешь, вот как кайфую, потому что я не игровой блогер, я не делаю там какие-то видео по играм, что-то еще, я просто вот играю в свое удовольствие. То же самое с Diablo. Я, кстати, Diablo, ребят, ни разу не играл на компе, вообще не в одно, а на Nintendo буду. Вот, короче, покупка картриджей, с одной стороны, для коллекции круто, потом это можно перепродать, это классно, ты не теряешь, можно сказать, денег онлайн, покупая, это удобно, что тебе не нужно постоянно переставлять картриджи, и ты просто запускаешь, это занимает, конечно, какое-то место на хранилище, там 32 гигабайта, но этого, конечно, не хватает, нужно ставить карту памяти дополнительно, microSD, благослот тут есть. И онлайн, как бы ты дальше что-то с ней сделаешь, она остается в аккаунте, и типа все. Вот тут и непонятно. Кстати, напишите в комментариях, если у вас есть подобная консоль, что вы предпочитаете? Покупаете оффлайн-версии игр, либо онлайн, что для вас более актуально. Вот получается, Luigi's Mansion, знаешь, я купил онлайн, потому что мне хотелось поиграть, мне не было времени ждать, я захотел, купил все круто. И вот все остальные игры, переставляю картриджи, хоть старомодные, но с одной стороны прикольно. Насчет автономности, потрясающая штука, знаешь, она вообще не гряется, то есть, сколько я там в нее, может за раз, может часа два, вот так вот, знаешь, играешь, играешь, нифига не гряется. Здесь есть вывод горячего воздуха, но вообще не горячий, он, знаешь, такой тепленький. Там стоит активное охлаждение, один маленький вентилятор, и я просто люблю нюхать технику, особенно новую. Когда включается вентилятор, пахнет она офигенно. Потому что, ну, два с половиной месяца, как бы хорошо, подольше бы этот запах сохранялся, такой, знаешь, прикольной новой техники. Есть выход под наушники, круто, используют проводные наушники, Bluetooth наушники изначально использовать нельзя, это минус, но можно там всякие адаптеры сюда купить, вот здесь USB Type-C, продаются адаптеры, можно подсоединить сюда Bluetooth, ну, блин, калкуратуру, наушники. Плюночек никаких у меня на дисплее нет, потому что он и так, в принципе, знаешь, как бликует, отсвечивает, прям, ну, реально, особенно на солнышке, ведь тебе приходится, как-то его прятать. С пленкой это еще хуже. Благо, есть, ну, чехол это просто маска для этой штуки, потому что, да, многие пишут, что там царапается, так далее, если, в принципе, вот носить в фирменном чехолчике, он очень клевый, здесь как раз и картриджи помещаются, отсек, и там, можно наушники положить, это круто. Плюс консольку можно сюда поставить, то есть, такой многофункциональный. Вот, я ношу в нем полностью, ну, в рюкзаке, и мне не нужно защищать экран. Насчет звука, потрясающая тема, здесь сзади как раз располагаются динамики, вообще ничего не могу сказать плохого. По, там, фантомным нажатиям, именно, вот, самих переключателей, тоже очень много видео смотрел. Нет, у меня вообще ничего нету, ничего нигде не люфтит. Вот, декабрь 2019 года, консоль куплена, ну, как из новой ревизии, где аккумулятор получше, процессор, который стоит, вот, и, вообще ничего, прям, прям идеально. Вот, прямо с плюсов, которые я выделил для себя, консоль не греется, при длительной игре, и это круто. Из минусов, не всегда удобно держать в руке, когда ты лежишь, и играешь, то есть, ты ее так держишь всегда, но, я бы не сказал, что она тяжелая, обычный вес, но из-за того, что тебе постоянно приходится, тебя как бы, значит, ты ее так мизинчиками держишь, вот, с двух сторон. Иногда уже руки устают, именно вот, когда ты там лежа, играешь, смотришь. Очень нравится, что материал у самого корпуса, джойконов, вообще все ощущается очень дорого, даже не за свою цену, там, 19 тысяч рублей, ну, блин, это очень круто. с консоли можно обращаться не только при помощи кнопок, но еще при помощи тачскрина, и вот, насчет тачскрина, в самой системе, там, в YouTube, конечно, когда ты там по поиску что-то набираешь, офигенно работает тачскрин, вот прям вообще претензий нет, текст набирается на ура, хотя это делается не так часто у меня, но это очень круто. Очень нравится, что есть приложение YouTube, можно смотреть не только на телефоне, когда, если нужно здесь, вот, и, к примеру, если подключать, вот, куда-то выезжать, когда мы там путешествуем, если есть телек большой, хоп, через док-станцию подключил, все, фильм свой запустил, это круто, как, типа, медиапроигрыватель. Очень плохо, что нет приложения для онлайн кинотеатров, потому что иногда хочешь, знаешь, ну, не телефон держать, там, не ноутбук, я сейчас iPad'ом не пользуюсь, бац, сразу здесь, посмотреть там, свои, не знаю, сериалы, вообще ничего нету, только вот, можно видео через YouTube смотреть, и, вроде как, в будущем планируется, но это не точно. Очень мне, конечно, не нравится цена игр, но здесь такая политика, именно, самого Nintendo, ну, с этим приходится, наверное, мириться. Если ты пришел в эту армию, ну, быть добры, как бы, за игры, конечно, платить, ну, да, потому что цена игр, конечно, ну, для меня, она до сих пор, со мной остается высокой. Очень поразило, что, знаешь, умудрились, засунули в правый джекон инфракрасную камеру, потому что она знает, там, положение твоих рук, там, можно, там, в игры играть, короче, круто, что вот они ее поместили просто в отдельный джекон, вот прям, сейчас, 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 вот еще одной рукой, я уже научился, прямо вот сюда, вот, вообще, технологичное, очень устройство. На самом деле, круто играть вдвоем, тоже все дополнительные клавиши есть, конечно, он маленький, но, блин, это круто. По поводу игрушек, вы, кстати, сегодня только письмо прислали, скидка до 75% на популярные игры, на наши распродажи хитов, ну, прям 75%, я думаю, что на супер хорошую игрушку, наверное, не будет, только до 1 марта, окей, потому что не так часто все это дело происходит, здесь, смотрите, по 33% скидка, но давайте посмотрим все игры, сейчас, может, чем прикуплю, у меня как раз на балансе, там, деньги есть, распродажа, вот, я думаю, что купите себе, наверное, Super Mario Odyssey, потому что очень много отзывов хороших и как раз такая большая, длинная игрушка, Super Mario Maker люблю, конечно, проходить уровни, которые там будут созданы кем-то, круто, и это, скорее всего, в будущем сделаю, ну, Skyrim, я играл в Ведьмака, я в Skyrim, так что переигрывать именно на этой консоли не хочу, а хочу играть именно вот в эксклюзив, потому что мне нравится, как они сделаны здесь, скорее всего, сейчас Mario Odyssey возьмем, Unreal 2, но это я уже на PlayStation играл, Mortal Kombat 11 меня не интересует, LEGO City Undercover, ну, возможно, ладно, давайте зайдем тогда в саму консоль, eShop выглядит такими категориями, новинки, здесь прям каждый день появляются практически новые игры, ну, прям, прям, такие здоровенные примеры, конечно, не каждый день, сами понимаете, вот в разделе находки, здесь нас ждет, как раз скидки, здесь, смотрите, сейчас 6%, к примеру, то же самое, Mario Odyssey, скорее всего, сейчас нужно купить, а, наскорим и вообще 50%, цивилизация, фарминг симулятор, ну, это меня сейчас мало интересует, ладно, давайте, наверное, остановимся, но, с другой стороны, хорошо, что я не купил Super Mario Odyssey, когда это стоило намного дороже, давай, хоть игра не новая, но, мне кажется, она у меня в любом случае должна быть, так, использовать очки, да, я принимаю, вот, у меня текущий баланс сейчас 4701 рубль, притом, можно закидывать, так, использовать очки для скидки, ну, давай, тоже скинем, здесь, очки, как раз, добавляется за твои покупки, итого, она у меня обходится в 2774 рубля, ну, окей, все, давай, покупаем, сейчас, наверное, еще надо будет, еще раз, порой все ввести, а, спасибо, все, все, за эту покупку, вы заработали 139 очков, все, сейчас будет скачиваться, надеюсь, память у меня хватит, потому что карта памяти у меня сейчас именно в ней не стоит, так, необходимо 5,7, а, недостаточно свободного места для загрузки, супер, ладно, карту памяти ставлю, все, все, главное, купил, ну, по меню, все, очень предельно понятно, все твои игрушки, выбирай, что хочешь, изначально, консоль, конечно, не для потребления, именно там, не знаю, визуального контента, аудио, именно для игр, так что, из такого здесь, только YouTube, и вот, как раз, можно там, фильм посмотреть, снизу, у нас, находятся, системные настройки, настройки контроллеров, альбом, здесь, у нас, скриншоты, делаются, при помощи, вот эти клавиши, они очень быстренько, так, хоп, в любой игре, да и, в принципе, и все, что тут, играй, играй, и очень круто, ее, прям, сделать, знаешь, индивидуально, твоей, потому, что, дизайнов существует, куча, то есть, отдел, как красят, джойконы, как красят саму консольку, это еще самый базовый вариант, можно взять полностью серую, можно взять такую цветастую, вообще, блин, такие вообще дизайны существуют, очень крутые, именно, вот такой, знаешь, под себя, единственное, что посоветую, если когда-то будете покупать гифт-карты, то есть, ты их, типа, покупаешь гифт-карты для определенных магазинов, вот, не берите в долларах, потому, что, там, не работает, я, конечно, так нагнулся, я взял сертификат на 50 долларов, вот, за него заплатил, и в итоге я, из-за того, что у меня аккаунт привязан все-таки к России, активировать в родном магазине не смог, поэтому, это, короче, не очень удобно, вот, если где-то будете покупать гифт-карты, то только в рублях, вот, это единственный такой совет, чтобы ни на что не напороться, по игрушкам у меня есть еще, Tokyo Mirage Sessions FE Encore, и, знаешь, с одной стороны, клево, то есть, да, проникнуться всей этой атмосферой, потому, что, японская игрушка, все такое, но, внутри она на английском, озвучка вся на японском, и это немножко напрягает, как бы, отсутствие русского языка меня совершенно не пугает, но, с другой стороны, и, с одной стороны, погружение в игрушку полностью происходит, из-за того, что озвучка вся японская, это круто слышать, вот, а так ты все по-английски все равно понимаешь, но, очень клево, именно, полностью локализованные игры наблюдать, ну, к примеру, как Diablo, знаешь, то есть, ты покупаешь игру, либо, вот, картридж, и, у тебя доп-контента, по-моему, 5,7 гигабайта, только русского языка, на эту игрушку сверху ставится, и круто, что она полностью на русском, вот это круто, подводя итог всему этому, хочу сказать, что, что, Nintendo Switch меня реально зацепила, и, в каких-то вот жизненных, знаешь, моментах, круто ей обладать, и получать от этого удовольствие, от того, что ты на ней играешь, как ты ее применяешь для себя, то же самое, вот, в перелете, мы когда летели, сейчас, из Барселоны в Москву, я что-то там, посмотрел фильм, как раз потом начал играть, в Logite Mansion, Стюарт потом как раз, когда разносил после еды, там, напитки, говорит, ну что, типа, стоящую вещь стоит брать, то есть же Стюмэншн, я говорю, да, вообще прям, ну, потрясающе, потому что реально у нее зависит, очень красивая игрушка, потрясающе сделана, с одной стороны, где-то она сложновато, нужно догадываться, я даже два раза прохождение смотрел, ну, только, реально, только два раза, ребят, больше не смотрел, вот, он говорит, типа круче, чем Mario Odyssey, я говорю, а я не знаю, я еще просто, я недавно в этой армии, я такой, там, два месяца старый, и все, вот как раз, вот сейчас купил, жалко, что у меня памяти не хватило, встроенной, сейчас надо карту памяти поставить, но она у меня в Москве, и понял за это время, что для портативных игр, сейчас аналогов нету, ва-а-б-ще-е, то есть есть консоли, которые, знаешь, делают, типа, ну, под виндой, ну, там обычные игры, ну, это не то, здесь все-таки, конечно, Nintendo, очень много именно своих эксклюзивов толкает, такие же, как вот, там, с Mario, вообще, ну, потрясающая штука, реально, сколько туда денег бухано, притом, на такие вот, прям, большие, здоровенные игры, реально денег не жалко, то же самое Ведьмак, сейчас, сколько там, по распродаже, он, по-моему, 3-400 стоил, это же круто, блин, ты берешь, и у тебя, в этой консоли, ты можешь зависнуть, хоть, я не знаю, на год в этой игре, потому что она же здоровенная, ты там пока все это обойдешь, не пятую, конечно, четвертую, завезли полностью, вообще, цены не было, так что, вот такая вот моя история, пользуюсь, наслаждаюсь, продолжаю пользоваться, классная штука, и все, что я, в принципе, о ней читал, да, это так, что, все хорошо, вот, спасибо, что досмотрели, буду признателен, если зайдете на канал, посмотреть, что я вообще еще снимаю, у меня не только видео про технику, у меня еще там, выходит куча влогов, про путешествия, или просто, о том, что я там вообще делаю, с техникой, заходите, посмотрите, возможно, заинтересует, буду признателен, если бы поставили оценку этому ролику, там, плюс, минус, на ваше усмотрение, не прощаюсь, увидимся с вами в будущих видео, с вами был Риа, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова